Посвященную 70-летию победы в Великой Отечественной войне открытой. Открытие регаты выдалось жарким в прямом смысле. И чтобы ветераны не стояли долго под палящим солнцем, официальную часть провели на час раньше. Герои Великой Отечественной торжественно передали капитанам яхт, венки и урны с сочинской землей. Участники гонки возложат их на мемориале Севастополя и Новороссийска. Надеемся, что эта регата понравится вообще и публике, и спортсменам. И мы сделаем ее традиционной. Все-таки за новейшую историю России такого масштабного парусного соревнования еще не было, но первое. Подготовка к регате длилась почти год. Программа получилась насыщенной, считают организаторы. В каждом порту для участников и зрителей организуют концерты, выставки и, конечно же, посещение мемориалов воинской славы городов-героев. Всего почти сотни моряков из Сочи, Туапсе, Новороссийска и Волгограда участвуют в этой 11-дневной исторической гонке. По мнению капитана яхты Ника Александра Прокопенко, самое важное в этой регате – это участие молодежи. В поход отправились курсанты Новороссийского морского университета и Туапсинского кадетского корпуса. Сам Прокопенко ходит под парусом с 11 лет, но участвовать в патриотической регате ему еще не доводилось. Ну, это великолепная идея. Кадеты, главное, молодые ребята, кадеты с Туапсинской мореходки, подключены к этому процессу, к этой идее, принимают участие молодые пацаны. Это, во-первых, им интересно, это познавательно для них. На всех участниках регаты – красные майки с символикой 70-летия Великой Победы. Яхтсмены везут из Сочи и саженцы Лавровишни. 9 мая они будут высажены на Аллее Славы в Севастополе. От причала федерального центра Югспорт отошли 7 яхт. В Новороссийске с такой же миссией к ним присоединятся еще 3. И 14 мая они вернутся обратно в Сочи уже с Севастопольской землей на борту.